Итак, здравствуйте, друзья! С вами Валерий Болсоновский. И вот что я хочу сказать участникам школы, или кто-то, кто скоро станет участником школы. Сейчас как раз начало марта будет 2019 года, но, может, вы позже смотрите, уроки уже есть. Мы с вами будем делать сайт Наржанга. Сначала я вам прочитаю, поясню некоторые моменты. Вот я сбрасывал ребятам, и знаю, что многие ребята любят ВКонтакте, и поэтому, хоть тут мелко написано, я буду пояснять, вы меня слушайте. Итак, наша цель – написать сайт на Наржанга для производства на сервере. Сервер мы тоже будем собирать полностью, устанавливать на DBM9, то есть полностью делать. Вот начали, сели, у нас ничего нету, да. Мы будем, делаем сервер, делаем сайт на Джанга, заливаем Джанга, и в конце концов у нас должен быть и сервер, и, грубо говоря, мы можем потом настроить любой ВПС, любой сервер, да. Значит, с чем это связано? В принципе, этот курс я сейчас прямо не планировал, просто так получилось, что мне… Я переехал на другой сервер и решил, давно собирался переписать spb.retout.ru. Вы знаете, когда пишешь просто уроки, уроков здесь много, более 15 суток, это одно. Когда делаешь сайт, и тогда проще уроки писать, потому что сразу все всплывает, что ты не знаешь. Вот этот сайт я буду переписывать. И походу я буду делать курс для участников школы, то есть, чтобы они могли работать вместе со мной. Значит, какие… Вот эту страницу к этому видео я дам, почитайте, да. Какие перспективы? Вы знаете, ну, для начала я расскажу. Я сам себя вспоминаю, когда новичок приходит, он задает вопрос. А какой язык учить, что в языке учить? Ребят, ну, вот вам и ответ, да. Ответ очень простой. Вот будем делать сайт, приложение. Мы, так как в школе есть система, сразу будет выявляться, где по вашим домашним заданиям, где вам надо подтянуть пайтом. То есть, я буду подсказывать, что подправить. Там списки, словари, классы, все-все-все это. То есть, по сути дела, вот это тот момент приятный, когда у вас будет все до кучи. То есть, вы будете писать, изучать, и изучать джанго, и постигать, и сразу определять, где у вас слабые места пайтом, где подтянуть. То есть, жизнь сама будет подсказывать, ничего не надо выдумывать. Первое, освоите установку, настройку сервера. Освоите создание сайта на джанго, уже будем писать для производства. Грубо говоря, после этого тренировки вы будете развиваться, можете писать уже сайты. Выявите слабые места, да. Немаловажно, получите навык создания серверной части. Ребят, вспоминайте Инстаграм. У Инстаграма серверная часть написана на джанго. Но в любом случае, надо с чего-то начинать. Нет проще, чем, допустим, написать на джанго серверную часть. Потом, захотите, мы будем со временем и на Котлин писать, или там на Флеск. Это уже не важно. Вы будете представлять, что такое серверная часть, как она устроена, что с ней делать. Фреймворки мы можем менять, как хотим. Во-первых, подтяните язык. Кто начинает, а я постараюсь, я сейчас покажу фишки, да, которые я придумал для вас, ребята, кто совсем новички, но хочется, понимаю. Поэтому я немножко для себя усложнил больше работы, но для вас упростил. Подтяните язык, а кто-то наметит, будет четко понимать, что ему надо учить. То есть, усилия не будут тратиться впустую. Все будет инвестироваться теперь, все в кулаке. Ни одной секунды зря. Это тот момент, когда собирается все в единое целое. Так, теперь, ссылку на эту статью дам, да, теперь смотрите, вот, чтобы вы понимали, как я хочу дать вам курс. Вот я специально уже начал делать сайт и начал готовиться. По сути дела, вот, сейчас буду уже записывать уроки, вот смысл такой, чтобы вы понимали. И, главное, новички сейчас не пугались. Смотрите, ребята, пугаться нечего. Значит, мы с вами будем, как обычно, создавать проект. В уроках все это будем проделывать, не переживайте. И дальше, вот, я для себя отметил, что надо добавить. То есть, грубо говоря, вот то, что здесь проописано, будем добавлять, да, сразу в проект, чтобы он правильно работал. И погнали, добавили, да, проект работает. Значит, на чем сейчас хочу заострить внимание. Ребята, вот все вот это у вас должно быть. То есть, не надо на память рассчитывать, делал и делал, что делал, кому делал. Мы с вами, скорее всего, я вас все-таки буду приучать к Mark Daven. То есть, я пишу сейчас в этих файлах, но мы будем с вами Mark Daven писать. Все, чтобы у вас была нормальная документация. То есть, каждый шаг должен быть прописан, чтобы потом не сидели, не чесали рэпу. И не надо, и не надо, ребята, бояться, что вы чуть больше времени потратите. Зато у вас порядок. Вот я привык к этому. Вот у меня, смотрите, расписано. Сетинг. Сетинг. Вот тут мы будем вписывать все библиотеки по ходу, которые мы будем ставить, да. Если какие-то сообщения выдает, то будем записывать. Дальше. Вот какие шаги. Вот сейчас я готовился к первым урокам. Далее. Установка веб-сервера. То есть, по сути дела, вот здесь я написал, да, себе. Мы поставили. То есть, сначала запустили в SQLite базу данных. Потом проверили, наш проект работает. Далее. Переходим и ставим. Я уже это все поставил, поэтому я и хочу фишки вам показать. Ставим в SGI, Apache, NGX, PostRex, SQL, PHP, PHP, PGAdmin. Это я тоже поставил. Сейчас. Ага. И уже я создал всю таблицу. То есть, у меня все есть. Ребят, у меня стоит MySQL. Но если мы делаем сервер, ребят, так надо Postgres. Просто у нас, когда вы не сервер покупаете, а где-то на хостингах, ну нет у нас этих баз. Понимаете? Все под PHP. А на самом деле, вот со школы Сергей Асачий помнит. Он постоянно мне писал, то что-то делает, то что-то делает. И пишет мне. И пишет мне. Вот MySQL выдает ошибку. Я говорю, ну, закомментируй пояса. Потому что, пишет, MySQL не поддерживает. Правильно, ребят. Разработчики рекомендуют Postgres. Так, ребят, ну, нет смысла MySQL. Я же не говорю ничего плохого. Но не поддерживает все функции Django MySQL. Я тоже все время был на MySQL. Но когда уже пошло дело на сервере, и можно поставить все, что хочешь, то, конечно, ставим Postgres. Ну, елки-палки, ребят, ну, тут вопросов нет. Хватит этих ошибок. Кто не поддерживает, это не поддерживает. Надо же работать как-то. И это же приятно. Мы установите у вас и дома, и на сервере будет таблица. Научитесь работать. Классная, крутая база. Вот первую таблицу я создал. Значит, смотрите дальше. Я просто вас настраиваю, чтобы вы поняли, как мы будем работать. Да, как это будет выглядеть все. И сейчас следующими шагами. И сервер заработает, и сайт здесь. Да. Теперь, смотрите. Вот в чем фишка. Ребят, я понимаю, что новичкам хочется. Поэтому, конечно, вот здесь в статье почитайте видео, которое я добавил. Да, вот. То есть, с сервером. Еще раз повторяю. Еще раз повторяю. Смотрите, смотрите. С сервером. Статью почитаете. Значит-то, ребят, смотрите. С сервером, когда уже непосредственно с сервером, никаких морд. Потому что, как только, вы знаете, новичок. Ой, а что ж на сервер за морду установить? Ребят, запомните. Да, много разных написано морд для сервера. Когда вы будете делать для своих людей хостинг, тогда и будете какие-то морды устанавливать. А для себя лично никаких. Почему? Любое приложение графическое для сервера, оно состоит из плагинов. Вы, допустим, тогда не сможете установить. Установили там Apache, да? И чтобы установить тот же NGICS, вам надо устанавливать плагин, как там положено. А потом вам, бах, завтра стукнуло в голову еще что-то установить. А плагина там нет. Все, ребят. И сели в лужу. Поэтому на сервере работаем с чистой оболочкой. Я говорил ранее в школе, следующие вещи освоить. MS. Ой. Сейчас. Немножко не то. Освоить следующие вещи. Это вот сейчас. Там мы на сервере будем работать через MS. Все то же самое, ребят. Ничего сложного, да? И вот в чем фишка. То есть я показал, да? Все увидели. MS. Выводимся в справку бумажную и нано. И ложим перед лицом. Потихонечку, потихонечку. Я буду проговаривать клавиши где-то. Но потихонечку натаскаетесь. Просто у вас будет все равно перечень каких-то часто использованных операций. Они за неделю у вас запомнятся. Теперь. Следующий момент. Я понимаю, что новичкам не очень просто. Поэтому то, что мы будем проделывать, установите себе DBAN 9. И будете для начала в обычном наутилусе смотреть. Допустим, надо вам посмотреть действительно, а где этот апач в папке ads. И ищем. А пач 2. А что нам надо правильно? Нам надо сайт авиабл. То есть где подключать сайты. Вот так первым этапом. Если вы совсем новичок, по крайней мере у вас в голове сложится картинка, а как это визуально выглядит. Вот после этого, конечно, вам проще будет чисто работать с сервером. Поэтому я буду показывать для одного. Но вы можете настроить и на компьютере. Но предварительно, ребята, обязательно, чтобы у вас стояла систем баг. Систем баг. То есть это программа, которая потрясающая в Linux, которая сохраняет копии. То есть установили, создали копию системы и дальше творите. Где-то что-то напортачили, отогнали, поехали по-новому, чтобы не сломать систему. Хотя там нечего ломать. Все это же Linux. Да, ну я часто говорю, а раньше ломал, дай бог. Так вот. Делайте тогда чуть что. Смотрите. Своей Debian. А потом еще на сервере. Пока нет у вас серверов. Мы с вами до этого проходили уроки и делали сервер в виртуальной машине. Туда же можете Debian. Туда же можете Debian. Которая полностью слушается командную строку. Где хозяин программист. В Windows вы всегда гость. В Windows для пользователя. Вот сидит человек в банке, одной программой пользуется. Я вам сейчас расскажу хохму. Молодежь не помнит. А кто постарше, люди помнят 90-е годы. Когда приходишь куда-то, говорят, ты компьютер знаешь. А вы знаете, что тогда представлялось, что такое компьютер? Это открыть и пользоваться ворд. И везде вам к это писали. Знание компьютера. Это предполагало за этой фразой знание. То есть умение пользоваться ворд. Да, сейчас молодежи это непонятно, конечно. Так вот. Поняли, да? Пока нет сервера, вы сервер делаете в виртуальной машине. Он будет также работать. Потом я показал на джин. Или где хотите купить себе виртуальный сервер. И будете работать полностью. Поэтому вы сейчас можете делать и на своей реальной Debian. То есть, чтобы у вас глаза привыкли. То есть, каталоги отложились Linux вполне нормально. Чтоб вы не сидели себе и не чесали голову. И думали, а где же искать эту конфигурацию Postgres SQL. То есть, вы уже четко должны представлять. Но, как говорю, на сервере мы будем работать только через MS. То есть, на сервере мы должны без всяких сами настраивать только так. Это вам подсказка, чтобы вы настраивались. Теперь. Уроки будут идти не быстро. Потому что, в принципе, моя основная цель это переписать этот сайт. Я вам буду делать немножко попроще уроки. Да? Но будем, опять же, будем проходить полный цикл. Следующий момент. Ребят, сразу не ожидайте от меня дизайнерства. Да? Я не дизайнер. Я вам покажу, в принципе, пользование любым фреймворком. Но дизайн учите сами. Мне, хоть там... Почему я переписываю сайт? Не потому, что он некрасивый. Ребят, но мне он нравится. Да, может быть, вид у него немножко простоватый. Ну, вы знаете, кто в школе... В школе много людей уже поменяло профессию на программиста. Поэтому я себе цену знаю. В этом случае. Я переписываю, потому что два года я отрабатывал новую систему. И многие ребята это знают. Вот в этой статье, это тоже есть статья, не статья, а видео. Да? То есть изучение двух языков. И изучение двух языков. Вот если на мой канал YouTube вы там найдете, да? Здесь вот ваш план и ответ, как изучать два языка. Есть реальные результаты. Ребята, такие как Сергей Асачи, вообще начали через полгода на двух языках писать. И я вообще удивляюсь. Если честно сказать, я думаю, я, наверное, тупой. У меня годы. А тот же Серега пришел, через полгода на двух языках начал писать. Потом просто человек слушал, да? Пошел. Вот в этой статье я просто привел именно пример. И вот делайте, как этот хлопец. Только в своем темпе, да? Где-то есть. Здесь, в этих ссылках. Потом я говорю, давай Ubuntu. Он занялся Ubuntu. Потом, давай Debian. Занялся Debian. Давай сервер. Все, настроил сервер. Смысл. Человек просто берет и делает. Понимаете? Вот что надо. Ребят, пусть у вас немножко меньше времени. Да и ладно. Но делайте. То ключевое делайте. Что я от участников школы... В чем я рекомендую? Понимаете? Как тут правильно сказать? Первое. Проделывайте. Второе. Спрашивайте, что непонятно в группе. Накопится и пойдет. Следующее. Выполняйте домашние задания. Все прописывайте. Ведите. Обязательно. Очень четко ведите, что вы делаете. Все должно быть у вас прописано. Вы никогда не должны думать именно, а что мне где стоит. Любые действия вы должны откатить. И откатить не там чесать рэпу, а прописано. То, что последнее сделал, что-то не так пошло работать, пошел отменил. И так далее, и так далее. Что еще я хотел сказать? Вот такие вот вещи. Какой-то план, я ничего не делаю сейчас. Ну, нет смысла. Вот берем, сели, начали писать сайт. Вот план родился. Первые шаги настроили. Второе, то, что установили. Далее установили сервер, то, что надо. Далее пошли базу PostgreSQL. Установили, настроили среду. Далее настраиваем апатчи. И поехали. Вот то, что надо реально. Поэтому план он, ну, так как я это не первый раз делаю, план он вытекает одну из второго. То, что нам надо. А для вас это будет как бы для кого-то новое. Поэтому пишем, 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 пишем. Вот, что я хотел порекомендовать. Ребята, вы поняли, что очень хорошо работает методика изучения двух языков. Так вот, на время написания сайта не забрасывайте Kotlin. Да, вам будет казаться это сложно. Но старайтесь именно переключаться. Потому, что здесь есть статьи. Статьи я дал, да. И достигните того эффекта, что было у Осадчева. Я тоже это переживал. Когда ты приходишь к тому моменту, что у тебя без разницы. Ты сейчас на Kotlin писал, в следующую минуту на Python, в следующую минуту разбираешься с GC. К этому надо прийти, ребят. Это само не родится. Никогда. Запомните. Поэтому это важный момент. Ну, и что дальше? В принципе, как я сказал, этот курс я не планировал. Но так как переехал на другой сервер, решил переписывать. Думаю, ну что, что я буду сразу мне не подтянуть, ребят, школы именно в этом направлении. Да. Чтобы сайт, а кто-то выявит слабые места. Потому что именно такой тип действий, чем хорош. Для новичка это будет от обратного. Но, ребят, конечно, кто пришел в школу, нажимаем сейчас. И только недавно пришел. Нажимаем сначала на Pro365.net. То есть, приступать к джангу и при этом вообще не знать Python, но это дело, конечно, неправильное. Поэтому обязательно это дело все уроки смотрим. Ну, а дальше, а дальше само все вылезет. То есть, не переживайте. Практика сама покажет. Вы сами увидите, где вы недопонимаете. Где-то сбросите в группу. Я подскажу. Я всегда направляю, что почитать, где почитать, как почитать. И люди, в принципе, разбираются. Ну, в принципе, что я хотел сказать, я сказал. Да. То есть, как-то дал вот напутствие такое. Ребят, что не надо делать. Не надо лететь. Идите в своем темпе. Важно, еще раз повторяю, все проописывать. Важно все набирать в среде, набирать и набирать код. Запомните, никогда не оставляйте на потом. Я постараюсь обратить внимание, сразу обращайте работу с документацией. То есть, постараемся вытащить наружу как можно больше больных мест. Да, обычных. Не надо ничего проскакивать и оставлять. Ай, потом. Ай, потом не получится. Понимаете? Ай, потом забудется. То есть, если я говорю, вот сейчас надо разобраться. Вот здесь написали разобраться в документации. Значит, садимся. Ничего никуда не убежит. А идем к документации. Вечер посвящаем этому. И дальше пошли. Потому что я говорил уже. Есть ребята, которые толково и быстро въезжают. На самом деле, они кропотливо работают. И проходит, допустим, год. Они уже владеют. Другие ребята все пролетают. А потом приходится возвращаться. Потому что вроде знаю, а на самом деле вроде не знаю. И все. Зачем такое, ребят? Поэтому постарайтесь просто следовать рекомендациям. И именно следовать рекомендациям. Ведь почему у Осадчева такой результат? Потому что он следует рекомендациям. Он ничего. Вот ему говоришь, вот надо здесь разобраться. И он разбирается, выкладывает. Вот тут разобрался. Вот тут так. Потому что куда не посмотришь в группе. Ну, я не видел рубрики, да? Нет практически рубрики. Нет практически рубрики, где мы начинаем где-то работать. Особенно, вот если взять... Давайте так будет лучше. Котлим, да? Потому что тут больше рубрик. А тут меньше. Так. Что я хочу найти? А, надо вообще-то войти сначала. Вот домашние задания. Какую не откроешь, везде Осадчий что-нибудь да написал. То есть, везде пишет, да? Если было задано, да, мы изучаем вроде бы Котлин, Пайтон, но было вопрос, там, допустим, разобраться, ТИС, что такое ТИС в GC, чтобы понять, что в принципе все это сходное. Все, пошел, разобрался в GC. И мы же тренируем разные языки, понимаете? Ну, то есть, одно дело посмотрел, там, ай, а другое дело взял, реально проделал и сбросил результат работы. Ему хорошо, другой человек посмотрит хорошо, сам проделает хорошо. Я начал, говорю еще раз, переделывать этот сайт, чтобы полностью вложить эту методику, которая помогла практически за полгода стать на ноги Сергею Осадчему. Дальше есть там еще ребята другие, Миша Беляковский, есть ребята, которые вернулись. Я не зря здесь составил вот несколько историй, да? То есть, совершенно разные люди. Один пришел с нуля, как Сергей Осадчевский, Миша Беляковский закончил дорогие курсы, но не начал писать, в школу пришел, начал писать. И парень еще, Денис, который начинал года полтора назад, потом забросил, вернулся, все у него покатило. То есть, совершенно разные ребята, но у всех хороший результат. Это я говорю, чтобы никто не отчаялся, получится у всех. Так вот, к чему я это говорил? Так, действительно. К чему я это говорил? Кто-то держал мысль, но вылетело сейчас. А, вот, понимаете, когда я помню, Осадчему говорил, он потом еще написал, что постоянно мне говорит Валера, проищи в интернет, про гугли. Я, говорит, а он себе, я себе думаю, а зачем мне все это дело гуглить, если есть уроки, хватит. Ребят, это основа. Когда вы просмотрели урок, это одно. Когда вы начинаете, да, вы проделали там те же списки или там что-то в Жанго настроили, но когда вы начинаете этот вопрос искать, у вас формируется абсолютно другой навык. Во-первых, у вас, наконец-то, формируется то, что нужно программисту, да. А что такое настоящий программист, который все знает? Нет, это не настоящий программист, все не удержь в голове. А настоящий программист, который знает, где что найти. Понимаете? И вот этот навык нарабатывается именно во время обучения. Я обычно даю направляющие вопросы. В конце концов, какой результат мы получили, когда я смотрю. То есть, говоришь с Сачем, установи то. Бас, 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 он в поиске быстро нашел. То есть, формируется вот такая вот вещь, правильно задавать вопрос. Понимание, чего хочешь. Во-первых, получение дополнительной информации. То есть, эти все вещи, которые, вот именно полностью эту систему я хочу уже вбить в новую школу, да. И старые уроки школы, все они будут, потому что методика Джанга все равно от первых версий надо идти к двойке и так далее. По-другому не будет. По-другому работать не будет. Как вот я здесь описал. Поэтому все старые уроки тоже будут. Пока вы к языкам Джанга не поймете их, как она изменяется. А Джанга изменяется постоянно. Вы не сможете на ней нормально писать. А когда вот это все прошло, оно как-то естественно все откладывается. Ладно, затянул я видео. В принципе, вот такие вот напустые. Все остальные, все остальные во время уроков. Но цель этого видео было, две цели вообще. Ну, во-первых, первая цель. Подсказать. То есть, как делать новичкам. Вторая. Именно, чтобы вы меня услышали. Я не зря написал статью. Делайте, как вот делал Сергей Асачи. Делает и сейчас, да, постоянно. То есть, если написано, надо проискать в интернете, значит проискать. Если написано, проделать и поработать с документацией. Это Миша Беляковский очень хорошо описал. Вот он это понял, да, в этих примерах. Что ведь я в уроках везде говорю, работайте с документацией. Почему? Потому что проходит год, а человек не знает документации. Но ведь проще, когда ты работаешь с кодом, а где это в документации? Раз, два, три. Если непрерывные работы, так, месяца три-четыре, то потом документация как на ладони. Потом, оказывается, вы начинаете понимать абсолютно в любой документации. Все они сходно написаны. Но вот эти все мелочи нельзя упускать. Потому что мы с вами работаем в школе. Система. Чем отличается школа Бувсуновского? Хотя для меня было, допустим, за 17-й год, хоть от 19-й с откровением, когда люди начали менять профессии благодаря школе. И писать мне об этом. Я приводил не раз примеры. И расти. Ну, конечно, первое, это простота обучения. Второе, ведь здесь пожизненный доступ. Ребят, правильно, позанимался сегодня, завтра, дошел. Следующий момент. Ребята, помогая друг другу, я направляю. Следующий момент. Конечно же, я никогда не почиваю на лаврах. То есть я постоянно работаю на личном примере. И моя цель, чтобы ребята писали, именно писали. Все годы я работаю, оно идет над системой изучения языков. Вот эта система, которая применялась в последние два года, она себя очень сильно оправдала. Методика изучения двух языков. И там разные-разные мелочи входят, которые я недавно перечислял, но она намного шире. То есть вот эти все вещи важно слышать и важно все это проделывать. Проделывать практически результат налицо. Ничего сложного нет. Ну, ссылка будет на вот эту статью видео. Далее оплачивать, кто захочет. Начинать в любом случае надо с Python, какой бы вы язык там ни задумали. Потому что в Python вы действительно быстро поймете основы языка. А потом уже можно другой. Дошли до функции, подключаем к Kotlin. Это однозначно. Ну, много посмотрите уроков на эту тему, я написал в школе. Все, ребята, в описании видео и дальше вперед потихонечку будем двигаться.